Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы информационное сопротивление, присоединяется к нам. Александр, здравствуйте. Доброго дня. Много тем, много актуальной информации, которых хотим обсудить, но первый у меня к вам вопрос. Что же происходит там, в этом Шебекино, в этой Белгородской области? Как вы это видите? Ну, жители этого населенного пункта пытаются учить украинский язык, что очень даже полезно. В действительности мы видим довольно-таки успешный уже второй по счету рейд РДК и Легиона, состоящего из граждан Российской Федерации, которые решили вернуться к себе на родину и что-либо там изменить в плане свержения тоталитарного режима Владимира Путина. Мы можем сейчас констатировать довольно-таки активные действия пехотного порядка, то есть в первую очередь там ведутся действия именно на уровне диверсионно-разведывательных групп, но куда более эффективно и куда более долговременно, чем это было в ходе предыдущего рейда, что и неудивительно. Предыдущий рейд, он осуществлялся исключительно в рамках пробы пера, а сейчас мы уже можем говорить о каких-то первых мазках, из которых вырисовывается картина. И картина вырисовывается следующая. С 2022 года регулярно говорили о необходимости через какое-то время после завершения войны создания демилитаризированной буферной зоны на территории Российской Федерации, где бы не присутствовали ее военизированные милитарные компоненты, что гарантировало бы большую безопасность Украине со стороны угроз, исходящих от Российской Федерации. И в настоящее время, начиная от предыдущего рейда, главным объектом которого был Грайворон, это в глубину примерно где-то на 7 километров от границы с Украиной, но по ширине фронта почти на 40 километров, сейчас мы видим действия примерно аналогичные и примерно на схожий фронт. И все эти действия, они сконцентрированы вдоль трассы 14К. 14К-3 фактически в настоящее время, но это именно та, может быть, буферная зона, которая и является первым этапом создания вот такой вот уже не просто буферной, а демилитаризированной зоны под контролем соответствующих сил, которые воюют на стране сил обороны Украины, но являются при этом гражданами Российской Федерации, а именно РДК и легиона. Я хочу маленькое уточнение у вас, вот фактически с кем, сводки-то пребывают, мы слышим о том, что освобождают какую-то там территорию, часть какой-то там территории. А кто, собственно говоря, сопротивляется, с кем воюют, по большому счету, ведь все войска брошены сюда, в Украину. Кто противодействует дальнейшему проходу вглубь России, легиону? В том-то и дело, что сил и средств в достаточном количестве у российского командования нет. Они еще во время первого рейда вынуждены были частично оттянуть с временно оккупированной Луганской области подразделения 3-й МСД. Оттянули, но их оказалось недостаточно, чтобы закрыть всю границу Белгородской области с неоккупированной частью Украины. В настоящее время туда стягивают представители Росгвардии, представители разных силовых структур, пытаются оттягивать часть подразделений из самой ближайшей Луганской области. Мы даже видели не так давно тяжелую огнеметную систему ТОС-1А Солнцепё, которую использовали в районе Шебекина. И эти системы как раз в основном находились в районе Кремяной-Сватова. Их применяли. И это очень редкая система. Ее даже из-под Кремяной, когда необходимо было российскому командованию уничтожать многоэтажки в Бахмуте, они стягивали их до Бахмута, по сути. И сейчас вынуждены были перебрасывать уже в Белгородскую область. То есть аналогичные танки Т-90, не так давно были замечены, было опубликовано видео с танками Т-90, которые на тралах перемещались по Белгородской области. И на них были как раз тактические знаки, принадлежности, подтверждающие, что они были оттянуты из-под Кремяной и Сватова. Опять-таки все стягивается с Луганской области в Белгородскую для того, чтобы как-то остановить продвижение РДК и Легиона. Александр, это очень действительно тема, привлекающая наше внимание и всех, кто следит за происходящим. В российском издании «Коммерсант», который сейчас, конечно же, абсолютно исполняет все требования российского законодательства и российской власти, тем не менее вышел очень подробный репортаж из Гайворена, как раз из того населенного пункта, который первым прославился. И там рассказы местных жителей, которые впервые, кажется, настолько открыто опубликованы в Российской Федерации. А там то, что мы с вами переживаем каждый день. Люди слышат взрывы, перестрелки, думают об эвакуации. Как думаете, это как-то повлияет на местное население хотя бы в локальном формате? Вряд ли на всю Россию быстро можно повлиять вот этими диверсионными вылазками, но хотя бы на местное население? Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, которые вплотную находятся к украинской границе? Я думаю, что главной задачей не является для РДК и Легиона влиять на население. Конечно, если они станут плечом к плечу против тирании Путина, то это будет замечательно. Да, это будет хороший результат. Даже если один из ста граждан России поменяет свой взгляд и будет даже готов активно принимать участие в деоккупации Российской Федерации, то да, безусловно, это будет результат. Но на сегодняшний день все-таки главной целью является уменьшение присутствия российских оккупантов на территории Украины, то есть создание таких условий, чтобы они вынуждены были распределять ресурс, уже забирая его из зоны боевых действий в Российскую Федерацию, а также вторая задача – это создание буферной зоны. Россиянам не хватит ресурса, чтобы полностью закрыть границу с Украиной. Это следует понимать. Вдоль границы на сегодняшний день с Украиной у них сосредоточено около 17 тысяч личного состава. Этого количества достаточно, чтобы в обороне держать от 25 до 50 километров границы, не больше. А граница с неоккупированной частью Украины, у России, почти 700 километров. То есть из этого мы делаем соответствующие выводы, что они могут контролировать в 14 раз меньше, чем им необходимо. А чтобы контролировать необходимую протяженность, им нужно в 14 раз больше, соответственно, подразделений. А выделить такое количество они не могут. То есть в каких-то местах в любом случае будет такая вот патовая создаваться ситуация, которая будет влиять как на внутреннюю ситуацию в самой Российской Федерации, так и, безусловно, на зону боевых действий. Крайне негативно для российских оккупационных подразделений. Вот это самое важное, интересное. И в этом разрезе мы и впредь будем смотреть на происходящие в Белгородской области события. Сейчас про другое. Первая победа оккупации Бахмута далась России неоправданно большой ценой. Армия РФ потеряла там больше 20 тысяч солдат. Это данные секретаря СНБУ Украины Алексея Данилова, который он озвучил в интервью крупнейшей итальянской ежедневной газете «Карьера де ля Сера». С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибло 22 816 россиян. Наши потери в 7,5 раз меньше. Мы не имеем права просто сдавать города. Без нашего сопротивления Россия бы победила. Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, в интервью изданию «Карьера де ля Сера». В вашем телеграм-канале, зрителям напомню, Александр Коваленко, подпишитесь. Александр много пишет, каждый день. Вы тоже сегодня пишете о Бахмуте. И обращайте внимание на слова Пригожина, который буквально на днях докладывал о том, что они вышли под контролем регулярных войск Бахмут, и теперь начинает уже из каких-то других географических точек рассказывать, что Бахмут сливают. Так что же происходит, как вы видите, Александр? В целом, довольно-таки предсказуемая цепочка событий. Когда Пригожин объявлял о том, что якобы Бахмут находится под контролем чувака Вагдар, что они его полностью захватили, он свое обращение делал, это очень важно, в районе железнодорожного вокзала, практически в центре города. А в тот самый момент, когда на территории самого города, на небольшом треугольнике по улице Чайковского и Корсунского, продолжался контроль этого участка силами обороны Украины. Это славная известность самолетик. Он уже стал символом трассы 0504. Там есть два таких главных основных символа, запомнившихся за время штурмов Бахмута. Это танчик и самолетик. Танчик – это восточная часть города, а самолетик – это юго-западная. И вот возле самолетика почему-то он как раз свое обращение и фото не сделал. И ни один российский оккупант так и не опубликовал ни одного селфи на фоне останков этого многострадального самолетика. А почему? А потому что эта зона как ни была, так и остается неподконтрольной российским оккупантам. А между тем это входные ворота по трассе 0504. И оставаясь неподконтрольными, но, мягко говоря, это создает соответствующий прецедент для последующих изменений не на пользу оккупантов. И сейчас мы видим, что на юго-западе, да, действительно, помимо того, что силы обороны Украины время от времени осуществляют внутри самого города вылазки довольно-таки дерзкие, а так еще и теснят позиции российских оккупантов, которые были ими заняты еще несколько месяцев назад. То есть процесс освобождения Бахмута поступательно начинается. Можем говорить даже так. И это при всех тех плачевных и нестабильных позициях и плачевном положении на этих позициях у оккупантов по флангам на юго-западном и северо-западном секторе за границами самого города. То есть Пригожин вышел, да, я бы даже сказал не так, он сбежал. Он сбежал из Бахмута, понимая, что его дни там могут быть сочтены. И ведь в любом случае его бегство было сопряжено не с тем, что я задачу выполнил, я ухожу, а я устал, я ухожу. Нет, он прекрасно понимал, какие явления начинаются по флангам, и он решил как можно скорее сбежать, пока ситуация не стала критической. А когда ситуация будет критической, он этим воспользуется, чтобы с очередным рвением, давлением, силой и всеми сопровождающими, харизматичными его заявления эпитетами давить на Шойгу и Герасимова. То есть это и для него сейчас начинается предвыборная кампания, для него начинается сейчас новая веха в становлении уже на территории самой Российской Федерации, и атаки на Министерство обороны и Генеральный штаб только усилятся. Я просто хочу немножко уточнить, еще вот буквально в вчерашней сводке замминистра обороны Анна Малер дословно говорила о том, что вагнерсы окончательно еще не покинули город. Но в городе Бахмут ситуация условно стабильная. Есть ли действительно данные, что они покинули? Даже интересно не то, что они покинули, а кто вместо них пришел. И действительно эти силы могут заменить те, что вышли, не только по количеству, но и по их подготовке, по качеству. Чем они заменяют? Я не скажу, что кем, простите. Выходит действительно, ЧВК вагнер еще выходит, но вышла значительная часть такая, скажем так, более-менее с опытом. Там и останутся незначительные подразделения по одной простой причине. Полностью ЧВК вагнер у российского командования возможности сейчас заменить нет. Они загоняют туда кого? Казалось бы, если выходит ЧВК вагнер, должны заменить исключительно регулярными войсками. Да, по теории это так. Там десантуры и так далее, но нет. Вместо этого туда загоняют, например, представителей так называемых ЛНР и ДНР, подразделения первого и второго армейского корпусов. ЛНРовские мобики, проще говоря. То есть мобиками заменяют вагнеровцев. То есть это в очередной раз говорит о проблеме с ресурсом как таковым. Фланги сыпятся, фланги невозможно удерживать, не хватает ресурса для удержания. А тут еще и на город нужно закинуть хотя бы 4000 личного состава. Кроме того, туда еще и отправляют подразделения 31-й УДШБР. Это очень интересная отдельная десантно-штурмовая бригада, которая под Гастомелем оперировала и стала первой УДШБР, которая понесла единовременно максимальные потери в максимально короткий период времени. То есть таким образом они отметились в свое время под Гастомелем. Именно потерям. Их восстановили. У них была компенсация потери, восстановление подразделений боеспособности. Сейчас их, когда начали перебрасывать в Бахмут, тут тоже очень интересный момент. Они не успели зайти и сразу попали в артиллерийский обстрел. Почему? Потому что те фланги, которые нам удалось сокрушить у оккупантов и вернуть под свой контроль господствующие высоты, теперь позволяют нам более эффективно вести огонь по городу. Особенно по артиллерийский огонь по городу, особенно по южному и по северному секторам. И 31-е УДШБР, первые подразделения не успели зайти, сразу попали под обстрелы и понесли потери. Ну вот такой вот у них кредо. Спасибо, Александр. Особенно отмечу, что во всех своих публикациях вы Пригожина называете военным преступником. И это похвально. Не просто какой-то блогер. Это не просто блогер, не просто даже субъект политической жизни российской. Как некоторые говорят, единственный публичный политик. Нет, он ответственный за огромное количество военных преступлений. И не только, кстати, в Украине. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» был гостем нашего эфира.